Всем привет, это Дроидер, с вами Валерий Истежев. И если вам лениво смотреть всю презентацию Apple, а именно iPhone 8, iPhone X, я вас, конечно, понимаю. И для этого мы сделали вот это видео кратко о самых интересных новинках презентации. Поехали! Прежде чем перейти к самим гаджетам, важная информация. У нас на канале разыгрывается iPhone 8 Plus совместно с сервисом Grabber. И чтобы принять участие, переходите по ссылке в описании на полные видеотрансляции. Нужно всего лишь лайкнуть ролик, подписаться на канал, написать комментарий и зарегистрироваться в сервисе Grabber. В описании трансляции есть подробные правила. Начнем с iPhone 8. В этот раз Apple решила перескочить 7S и представила продолжение линейки. Дизайн хоть и похожий, но он существенно обновился. Вместо алюминиевого корпуса теперь стеклянный задник, как это когда-то было на четвертый. И алюминиевая рамка. Смотрится красиво и свежо. Привет Самсунду. Дисплей почти как у iPhone 7, тот же тип матрицы IPS. И размеры и разрешение те же 4,7 и 5,5 дюймов. Но добавили технологию True Tone, подстраивающую баланс белого под мир вокруг, как у старших собратьев iPad Pro. И традиционно прокачали начинку. Внутри стоит совершенно новый шестиядерный чип A11 Bionic. Это как Lego Bionic были, да? Он стал быстрее и эффективнее предшественника, но это как всегда. Но приставка Bionic была добавлена не случайно. Теперь чип адаптирован для операций, связанных с нейронными сетями. И дополнен реальностью посредством ARKit. Машинное обучение осуществляется прямо на устройстве. Быстрее и эффективнее. На презентации показали несколько игр, демонстрирующие Metal 2, а также возможности использования дополненной реальности в битве роботов Yakadzum прямо на письменном столе. Улучшены камеры, переработан портретный режим и съемка видео, что важно, но обо всем по порядку. В iPhone 8 обновленная 12-мегапиксельная камера с диафрагмой 1.8 оптической стабилизации по параметрам такая же, как и в 7-ке, но с большим сенсором. Лучше снимает в темноте. И нет, маленький iPhone не получил вторую камеру. Это до сих пор прерогатива плюса. Там есть двукратный зум, 12-мегапикселей, диафрагма 2.8. В портретном режиме теперь появился умный режим подсветки лица, а также профили, которые имитируют съемку в разных студийных условиях. Они накладываются в реальном времени и смотрятся бомбически, особенно ЧБ. Не терпится попробовать. Видео теперь тоже на новом уровне. 4К 60 кадров в секунду и Slow Motion 240 кадров в Full HD. Процессинг и постобработка видео осуществляется в реальном времени за счет, опять же, нового чипа. Фронталку тоже немного улучшили. Теперь она умеет снимать Slow Mo 240 кадров в секунду, но правда только в HD 720p. Но Slow Mo на фронталку это, по-моему, отдельная радость. Можно делать вот так. И все будет так. Не буду томить, теперь главный анонс презентации, который был в самом конце. Тот самый One More Thing. Безрамочный iPhone X или, как его там называли, iPhone X. Внешний вид смартфона не удивит тех, кто следил за утечками Apple. Новый iPhone выглядит именно так, как и ожидали. Спереди и сзади у него стекло, которое стало еще прочнее прежнего, а вокруг металлическая рамка из нержавеющей стали. Это не алюминий. Спереди нет ни сенсора отпечатка пальцев, ни кнопки Home, и все управление осуществляется жестами. К этому, я думаю, еще придется привыкать. Что же о начинке? Она примерно такая же, как и у iPhone 8 Plus. Чип A11 Bionic, 3 гига оперативки и две версии на 64 и 256 гигов. Конечно, главным и самым заметным изменением стал новый экран Super Retina, который расположился по всей передней панели смартфона, за исключением небольшого черного окошечка. Диагональ 5,8 дюйма, разрешение 1125 на 2436 пикселей, плотность пикселей 458 ppi. Теперь это True Tone дисплей с расширенным цветовым диапазоном, который также поддерживает основные стандарты HDR, а именно Dolby Vision и HDR10. За дисплей, конечно, сходу лайк, а нам лайк за оперативное видео. И да, как ожидалось, это первый iPhone с OLED-экраном, но при этом с реалистичной и честной цветопередачей, хорошим запасным яркости. Во всяком случае, так говорили на презентации. Правда, остается спорный момент с вырезом под фронтальную камеру и датчики. Если при использовании приложений это не будет мешать, то при просмотре полноэкранных видео и картинок, черное пятно на боку выглядит странно. К тому же, скругления по бокам тоже могут скрывать часть контента. Но что же скрывается под этим черным окошечком? А там то, что пришло на смену Touch ID. И называется оно Face ID. Теперь идентификация производится за счет набора датчиков, инфракрасной камеры, инфракрасной подсветки и проектора точек. Все вместе они создают 3D-модель лица, который и становится вашим универсальным ключом. Как для разблокировки айфона, так и для авторизации в приложениях. А также при оплате по Apple Pay. Купертиновцы утверждают, что технология будет работать быстро и незаметно, еще лучше, чем Touch ID. А также будет постоянно совершенствоваться за счет машинного обучения. Но пока сам не попробуешь, не поймешь. Мы спросили прямо в эфире трансляции у Паши Кушелева, который находился на месте. И он сказал, что срабатывает все-таки не на 100%. Мне понравилось, какие еще применения ловки Apple нашли этим датчиком в черном окошечке. Во-первых, появился портретный режим на фронталочку. И с теми же профилями и эффектами, что и на основную. Это стало возможным как раз за счет того, как Face ID определяет глубину изображения. И теперь настоящий one more thing. Анимодзи. Они же живые эмодзи. Анимодзи. Какое-то японское слово. Анимодзи. Арикато. И они не просто улыбаются и строят рожи, они повторяют ваши гримасы. Новая залипалова в iMessage. Кроме того, можно отсылать голосовые сообщения от лица эмодзи. Главным героем вечера, конечно, стала всеми любимая какашка. Камеры на iPhone X почти такие же, как и на iPhone 8 Plus, только развернуты вертикально. И у второй камеры с зумом теперь тоже есть оптическая стабилизация. Это важно. Теперь можно сказать, как у Note 8. Из остального на борту новинок теперь стоит Bluetooth 5.0. Это, конечно, благо. И еще появилась беспроводная зарядка. Слава стеклу. Она поддерживается всеми новыми айфонами и работает по стандарту QI. Apple утверждает, что будет сотрудничать со многими производителями, например, с IKEA, для распространения таких зарядок. Samsung в свое время тоже обещал помнится. Может, у Купертино лучше получится. Отдельно представили новый кейс для наушников AirPods, тоже с беспроводной зарядкой, и сказали, что их можно будет заряжать на одном коврике с новоиспеченными Apple Watch 3, о которых чуть позже. Небольшой итог про айфоны. Начнем с восьмых. Линейка сжалость. Теперь только три цвета. Черненький, беленький и для девочек. Или китайцев. И два варианта памяти. 64 либо 256 гигов. Это приятно. Цена, как обычно, от 700 долларов. В России от 57 тысяч за iPhone 8 и от 65 за iPhone 8+. Продажи в Штатах стартуют 22 сентября, а предзаказ 15. А вот флагман iPhone X придется подождать. И денег подкопить. Официальные продажи стартуют 3 ноября, а цена начинается от 1000 долларов. Ну или, как сказали на сайте, от 999. Еще не забываем про налог в Штатах. Зато мне понравилось, что цвета прям по классике. Только черный и белый. И также две конфигурации. На 64 и на 256 гигов. Не торопитесь выключать. Кроме айфонов еще обновили часики. Apple Watch 3 серии. Главная фишка полная независимость от айфона. Чип для сотовой связи и виртуальная симка. Как это будет в России пока непонятно. Улучшили начинку, которая работает в 2,5 раза быстрее. Из дизайна появились новые циферблаты и красный кружочек на кнопке. Также новый цвет корпуса черная керамика. Да, друзья, теперь каждый сможет носить с собой собственную красную кнопку. Дисплей стал в 2 раза ярче. Чип W2 более энергоэффективный. Часы потенциально могут работать дольше. Но за счет GSM-модуля обещают также полный день. Теперь поддерживается стриминг с Apple Music прямо на AirPods. Есть встроенный GPS, барометр и альтиметр. WatchOS 4 на борту, а антенной выступает сам экран. Интересное инженерное решение. И последний важный анонс. Apple не представил в свой ящик Apple TV, зато обновил приставку Apple TV 4K. Коробочка в том же дизайне, но с прокачанной начинкой. Процессор A10X Fusion, как у последнего iPad Pro. Поддержка 4K, Dolby Vision, HDR10, разрешение до 2160p. Еще Apple пообещал, что фильмы в 4K будут стоить столько же, сколько и в HD. На этом все, друзья. Хотите подробнее обо всем узнать и выиграть себе новый iPhone 8 Plus? Смотрите полные видео с презентацией, с нашими комментариями у нас на канале. Ссылка есть в описании. Это Дройдер. Ролик для вас подготовили Валерий Истишев и Борис Веденский. Ставьте ему лайк, если вам понравилось. Еще не забывайте подписываться на наш канал. Тут будет много видео с гаджетами Apple и не только. И до встречи в будущем. В будущем у меня написано в сценарии. Ну или в будущем. С OLED-экраном? iPhone-то у нас. Конечно. Стоп.